Возможность открыть или закрыть больничный лист без посещения медорганизаций позволила отчасти разгрузить поликлиники республики. Напомню, согласно рекомендации Минздрава России, пациенты теперь смогут наблюдаться у врача дистанционно. Касается это тех людей, у кого болезнь, будь то COVID-19 или ОРВИ, проходит в легкой форме и нет необходимости в динамическом наблюдении. Как это работает на практике, расскажем в нашем сюжете. Провести время в больничном коридоре, сетуя на очередь из-за всплеска заболеваемости, или получить консультацию медработника по телефону, не выходя из дома. Выбор сегодня есть у каждого пациента. Минздрав страны рекомендует, если болезнь протекает в легкой форме, вовсе нет необходимости создавать ажиотаж у кабинета врача, подвергая ненужному риску не только себя, но и других. Непривитые, у которых в анамнезе не было коронавирусной инфекции, изолируются на 7 дней, в электронном виде выписывается листок нетрудоспособности, и через 7 дней, если не было никаких симптомов заболевания, они, в общем-то, освобождаются к труду. Если коронавирусная инфекция, подозрение на новую коронавирусную инфекцию протекает в легкой степени тяжести, то такие пациенты могут наблюдаться дистанционно. В легкой степени тяжести частота наблюдения не реже одного раза в 5 дней. В состоянии средней степени тяжести дистанционное наблюдение не реже один раз в 2 дня. Если у пациента ухудшается состояние, естественно, вызывается врач на дом, или при дистанционном наблюдении выявляются симптомы ухудшения состояния, врач осматривает пациента на дому, изменяется тактика ведения этого пациента, или данный пациент госпитализируется в стационар инфекционного профиля. Такая форма работы призвана разгрузить первичное звено здравоохранения, на которое сейчас приходится основная нагрузка. Только за сутки в амбулаторно-поликлинических учреждениях МРЕЛ специалисты приняли более 8,5 тысяч взрослых пациентов. Еще к 2,5 тысячам жителей медики приехали на дом. Это не считая детей, которые болеют не меньше своих родителей, бабушек и дедушек. Несмотря на стопроцентное укомплектование медицинских организаций средствами индивидуальной защиты, к сожалению, медицинские работники все-таки болеют. Это связано с тем, что на каждого врача среднего медицинского работника приходится огромное количество пациентов и тем самым большая вирусная нагрузка. Но, несмотря на это, медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, удалось сократить очереди в поликлиниках. За счет чего? За счет того, что временно приостановили оказание плановой медицинской помощи. И освободившиеся специалисты оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в так называемых фильтрах. А также оказывают медицинскую помощь пациентам на дому. В числе тех, кто пришел работать на фильтр с целью помочь коллегам-медикам – Максим Бронников. На основном месте работы – в противотуберкулезном диспансере – сейчас Максим Вячеславович в отпуске. Именно это время он решил провести с максимальной пользой. Врачи болеют, и пациентов огромное количество болеет. Моя помощь, думаю, будет не лишней. Поэтому, чем могу, я помогаю и всегда готов. Достаточно просто выйти в коридор и посмотреть, сколько пациентов там находится. Поток, я думаю, не закончится до вечера. Работы у меня хватит. Но я настроен на это, силы есть. Будем работать. Помимо пятой волны коронавируса, вызванной штаммом омикрон, в республике превышен эпид-порог по заболеваемости ОРВИ – аж на 170%. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 9,5 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщают в региональном Роспотребнадзоре. У девятерых больных лабораторно подтвердился грипп А. Всего в этом сезоне зарегистрировано 249 случаев гриппа. И пока тенденций к снижению заболеваемости не наблюдается. Возможно, ситуация изменится через пару-тройку недель. Продолжение следует...